друзья мои всем привет очень рада видеть вас сегодня на своем канале с вами ольга придухина сегодняшнее видео я хочу посвятить теме овощам действительно мы все время с вами говорим что нужно есть овощи причем я вам крайне рекомендую как можно больше кушать овощей а мне очень интересно знать вообще ваше мнение какие овощи у вас самые самые любимые поэтому обязательно мне напишите в комментариях вот что вы больше всего из овощей любите но традиционные овощи которые мы готовим это капуста свекла морковка лук картофель безусловно да действительно нашим русском менталитете жизнь без картошки не картошка да я помню времена когда люди действительно покупали мешками картошку отвозили в гараж кто-то до сих пор до делает и действительно есть очень много знакомых которые прямо очень любят картошку у них практически этот мешок картошки уходит за небольшое количество времени то есть они едят прям каждый день поэтому сегодня давайте разбираться какие же овощи полезные а какие же стоит все-таки ограничить друзья мои если вы еще не подписаны на мой канал я вас приглашаю подписываться делите ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы ну что давайте разбираться вообще в овощах сегодня мы с вами поговорим о трех самых вредных овощах которые нужно стараться ограничивать в своем рационе и о трех самых полезных овощах которые наоборот нужно кушать вредные первое место занимает картофель ну вы все про него прекрасно знаете многие скажут что это все ерунда и раньше мы всегда ели у нас бабушки с дедушкой картошку но тем не менее до картофель содержит большое количество витамина к но практически 75 80 процентов это крахмал крахмал который негативно влияет на наш кишечник и я думаю каждый из вас кто ест постоянно картошку бывает чувство дискомфорт в животе и чувствует частые поносы запоры какие-то газообразования метеоризм вздути и действительно эта проблема но беспокоит людей потому что вот этот крахмал он слепляет кишечник образует такую слизь и поэтому кишечник начинает хуже работать и хуже переваривать пищу плюс ко всему он содержит солонин который является достаточно таким токсичным веществом в основном ближе к очисткам да и соответственно также негативно влиять целом на наш организм то есть крахмал также преобразуется в глюкозу а это гликемический индекс который в целом негативно оказывает влияние на ваш вес на ваши сосуды на ваше сердце поэтому я не говорю что нужно вообще исключать картофель но сводите его к минимуму дальше консервированные любые овощи в том числе горох сейчас действительно очень модно покупать все консервированное консервированная фасоль консервированный горошек и многие активно едят говорят ну это ж горох это ж полезно друзья мои в любой консервации ничего полезного не там содержится огромнейшее количество сахара и соли то есть безусловно для того чтобы вот этот продукт хранился туда добавляют сахар соль до плюс ко всему нужно понимать про то что при консервации вырабатываются токсины да и разные не при кислоты которые негативно сказываются на вашем здоровье и на вашем организме поэтому если вы хотите горох можно его покупать в сухом виде можно его покупать замороженный можно его там свежий до есть но не консервированный то же самое что с фасолью третье место занимает баклажан баклажан как ни странно не рекомендуется к частому потреблению потому что содержит солонин до который в особенно в кожуре который является токсическим веществом для организма и вообще негативно влияет плюс щавелевая кислота которая также плохо влияет на желудочно-кишечный тракт вот от этих трех овощей многие диетологи рекомендуют отказаться или свести к минимуму баклажаны ни в коем случае не жарить и желательно снимать корочку тогда вред будет ну как бы не будет такого большого вреда теперь переходим к трем самым полезным овощам на первом месте стоит брокколи друзья мои брокколи действительно богата витаминами минералами аминокислотами это и наши во первых витамины до огромное количество профилактика сахарного диабета профилактика бронхиальной астмы профилактика сердечно-сосудистых заболеваний очень благоприятно влияет на кости суставы и профилактирует онкологические заболевания не очень хорошо влияет для людей кто худеет а брокколи просто ну я уже постоянно говорю про брокколи цветную капусту старайтесь включать в рацион замороженном виде сейчас много данных продуктов я сама покупаю готовлю действительно очень вкусно второй продукт это тыква тыква это профилактика онкологии витамин d прекрасное желчегонное воздействие витамины группы c d pp цинк калий магний фосфор там огромное количество клетчатки плюс тыквенные семечки про тыквенные семечки мы с вами уже говорили это просто кладезь кладезь это убивает ваших паразитов в организме чистит кишечник плюс ко всем очень хорошо влияет на либидо на потенцию так как содержит огромное количество цинка поэтому вообще в целом и тыкву и семечки тыквы обязательно употребляйте в пищу и морковь то есть самый бюджетный самый прекрасный овощи это морковь содержит бета-каротин это ваша кожа ваши волосы ваши ногти вообще в целом ваша красота и здоровье плюс сердечно-сосудистая система зрением и кровь действительно можно морковь есть просто так вот мойте ешьте делайте разные салатики из моркови действительно морковь чесноком до такой старый но я думаю всеми любимый метод только желательно не с майонезом а уж если вы добавляете то либо маслица либо сметану нам действительно очень полезно и морковь и чеснок благоприятно влияет на ваш желудочно-кишечный тракт на ваше здоровье на вашу красоту на ваше настроение друзья мои я крайне вам рекомендую эти овощи вводить ваш рацион и есть больших количествах тогда вы будете здоровы счастливы молоды и красивы я жду ваше мнение какие овощи вы больше всего любите обязательно пишите мне в комментариях если это видео было для вас полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и очень скоро мы с вами встретимся следующих видео всем пока пока и до новых встреч